Христофор Колумб Самым бесстрашным его уважали враги и друзья Огромные волны всегда отступали Колумб не боялся и верил в судьбу И силы небесные, кажется, знали и доверяли ему одному Парус летит, словно белая птица С новой надеждой солнце встает Отважное сердце ветров не боится Смелее! Тебя приключение ждет! Снова отказ Дорогой Бартоломе, возникла еще одна задержка Королевский совет не одобрил мое предложение путешествия на запад в поисках Индии Несмотря на уверение королевы Изабеллы, мои надежды тают Но есть еще один шанс Я слышал, что в Португалии король Джон II все еще заинтересован в такой экспедиции Несмотря на неудачу Дона Педро Дальмо Дорогой Брат, сообщи, пожалуйста, королю, что Дальмо потерпел неудачу, потому что выбрал не тот маршрут Прошу тебя извести также короля Англии Генри VII и короля Франции Чарльза VIII Христофор, поешь хотя бы Беатрис, я не могу оставить работу сейчас К идее экспедиции на запад в поисках Индии сейчас более серьезно относятся в мире Если я не буду действовать быстро, то кто-нибудь другой украдет мой проект, как Дальмо Я знаю, но если ты совсем вымытаешься, от тебя не будет толку Всем известно, что твой проект был первым и лучшим Никто не украдет твою славу Дорогая, ты была права, мне вправду нужен был отдых и свежий воздух Ты слишком много на себя взвалил, Христофор Иногда я начинаю опасаться за твое здоровье Я буду более внимательным Я люблю весну Да, я тоже Беатрис? Не волнуйся, Христофор, я немного задумалась Задумалась о чем? Беатрис, скажи мне Ну, понимаешь, Христофор, у нас будет ребенок Ребенок, дорогая Он родится в августе Ребенок, какая отличная новость Кто у нас будет, мальчик или девочка? Христофор, ну откуда мне знать? Что я говорю? Ребенок, как я счастлив Так, подумаем Я знаю, как мы его назовем Что уже? Да, если будет мальчик, назовем его Фердинанд Если девочка, то Изабелла В честь короля и королевы Что скажешь? Да, хорошая идея И еще, Беатрис В связи с этим нужно решить еще один вопрос Беатрис Я знаю, что ты хочешь сказать Но не надо Но почему нет, дорогая? Потому что я не хочу, чтобы брак помешал осуществиться твоей мечте Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя связанными обязательствами Чтобы ты мог свободно отправиться в путь Я знаю тебя и твое чувство ответственности Я разделяю твою мечту и хочу, чтобы ты воплотил ее в жизнь О, Беатрис, ну ты уверена? Абсолютно Этот малыш станет символом нашего союза Для меня этого более чем достаточно А тебе для счастья нужно совершить это путешествие Тогда я сделаю это для нас Спасибо Королевская печать Португалии Это письмо от самого короля Джона Христофор Христофор, письмо От короля Джона Что? От короля Джона? Он написал мне? Его Величество Король Джон Второй Выказывает согласие принять Христофора Колумба Для повторного рассмотрения плана экспедиции на запад в поисках Индии Слава Богу, возможно, судьба улыбнулась мне Он желает тебя видеть? Да, и на этот раз он меня выслушает Ты поедешь сейчас же? Я должен задержаться немного ради королевы И посмотреть, как будут обстоять дела А потом отправлюсь в путь Но как бы то ни было, я вернусь до рождения ребенка Это было бы чудесно Дорогой Бартоломей Испания, похоже, одержит победу Ее преимущество крепилось Но компания продлится еще долго Почему я получил согласие короля и королевы На поездку в Португалию И встречу с королем Джоном Вторым Однако они намекнули мне на субсидии со стороны Испании Поэтому я не уверен, на чьей стороне я решу остаться Когда родится ребенок и все встанет на свои места Я приеду в Португалию До встречи, Христофор Мальчик, Христофор У нас родился сын Он прекрасен Наш маленький Фердинанд Теперь у меня появился еще один помощник Иди сюда, малыш Поздоровайся с папой Хорошо Отлично Беатрис Иди сюда Вот твоя мама Как в народе говорится Мне нужно к этому привыкнуть Не хмурься Он хороший папа Дорогой папа Спасибо тебе за письмо Я очень рад, что у меня есть братик Хотя не родной Надеюсь, у вас все в порядке Я учусь хорошо Пока все верно? Ты неправильно написал слово «хорошо» А, вот так Мой пес-дружок сильно подрос Я играю с ним в свободное время Я тоже хочу стать матросом, когда вырасту Тогда мы с тобой вместе будем ходить в плавание По всему миру Я скучаю по тебе, но знаю, что сейчас я должен учиться С любовью, Диего Христофор, наконец-то в Португалии Я так рад видеть тебя, Бартоломео Ты прекрасно выглядишь Как и ты, мой друг Спасибо Что празднуют люди? А, ты не слышал? О чем? Бартоломео Диас достиг самой южной точки Африки Тем самым доказав, что до Индии можно безопасно дойти в обход Африки Что? Тогда все это... Парад в честь его славного подвига Понятно Значит, Диасу все-таки удалось Да, это так, Христофор? Парад в честь его славного подвига Парад в честь его славного подвига Молодец! Христофор, мне жаль, что ты немного опоздал Король Джон теперь сосредоточен на этом новом пути в Индию Они даже назвали тот край Африки мысом доброй надежды Боюсь, его больше не заинтересует твой проект западного пути Но все же, раз я в Лиссабоне, я хочу в последний раз повидаться с королем Джоном Я смогу убедить его, что западный путь в Индию очень важен Ну что ж, посмотрим, что я могу сделать Прости, Христофор, но все бесполезно Я сделал все, что мог, но... Ясно Спасибо, Бартоломео Папа! Папа! Помоги мне! Папа! Папа! Сюда! Диего, я плыву! Плыву! Помоги, папа! Диего, держись! Я плыву! Плыву! Держись! Помоги! Помоги! Плыви, Диего! Плыви ко мне! Я здесь! Папа! Диего! Диего! Христофор, не теряй надежды, я всегда с тобой Христофор, не теряй надежды, я всегда с тобой Папа! 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 С Диего все хорошо. Он выбрался на берег. Там земля. Это Индия. Я уверен в этом. Индия. Получилось, капитан. Получилось. Ура. Помогите, прошу. Возьмите меня на борт. Это Барталаме-Одиас. Я не дам ему первому достичь Индии. Все бесполезно. Я проиграл. Христофор, ты в порядке? Ты ужасно кричал? Мне приснился сон. Сон, который оказался кошмаром. Надеюсь, этот сон не сбудется. Итак, Барталамео, в Португалии для меня нет надежды, в Испании все неопределенно. Может, пришло время поискать удачу где-то еще? Еще? Именно. Я писал тебе об Англии и Франции. Думаю, нужно начать с короля Генри VII в Англии. Барталамео, согласишься ли ты поехать в Англию в качестве представителя и передать мой проект? Конечно. Думаю, там все получится. Король Генри большой сторонник исследований. У тебя есть связи? Да. Я часто получаю из Англии заказы на карты. Некоторые из моих клиентов влиятельные люди. Я даже мог бы побыть там некоторое время. Здорово. Как мне благодарить тебя за твою помощь? Никак. Я рад помочь тебе. Если в Англии ничего не выйдет, я готов поехать по Франции. Предоставь это мне. Здорово. Тебе нужны деньги на расходы? Нет, не трать деньги. Как я говорил, я постараюсь найти работу. Кроме того, у меня есть бережения. Мои дела шли удачно. Я зарекомендовал себя хорошим картографом. Что будешь делать ты? Вернусь в Испанию и в последний раз обращусь к герцогу Медина Челя за помощью. Кто знает, возможно, если война близится к концу, королева даст согласие. Хороший план, но не перестарайся. Обещаешь? Обещаю. Возвращайся домой, Христофор. Я отправлюсь в Англию, как только смогу. Спасибо, Бартоломео. До свидания. Потрясающе. Португалия нашла восточный путь в Индию вокруг Африки. Теперь они будут там хозяйничать, и это станет тяжелым ударом по испанской торговле. Как только этот путь будет нанесен на карту, они монополизируют торговлю с Индией. В том-то и дело. Если я открою западный путь, все привилегии достанутся Испании, потому что я уверен, что мой путь короче и легче. Нужно действовать быстро, сэр. Мы должны что-то предпринять. Это верно, Колумб? Но у меня связаны руки, поскольку ваш план находится на рассмотрении короля и королевы. Это потенциально выгодное дело, как частное лицо. Я не могу помочь вам. Как бы мне того не хотелось. Если это вас утешит, я по-прежнему верю в ваш план. Спасибо, Ваша милость. Но если Талавера и его комитет отказали мне, разве вы и кто-нибудь еще не может мне помочь? Всем известно, насколько выгоден мой проект. Разве это не говорит в его пользу? Возможно. Но этого недостаточно. Вы до сих пор получаете королевские субсидии, поэтому ни один испанец не может вмешиваться. Мне жаль. Хотя, постойте, вы из Генуи, да? Там много богатых, состоятельных людей. Почему бы вам не попытать счастье там? Генуи не является прежним торговым центром. Там есть богатые люди, но они большей частью финансисты и банкиры. Если экспедиция состоится, они одолжат денег, но не станут финансировать ее. Христофор Коломб и герцог Мединочелли. Какой неожиданный визит. Рад видеть вас, отец Марчино. Мне жаль об этом говорить, но бедному Коломбу совсем не везет, отец. Кажется, король и королева заняты своими проблемами. Из-за этой ужасной войны совсем нет денег на исследования. Верно, но мы должны найти их. Не только из соображений торговли, но и ради религии. Я знаю, вы верите в теории великого богослова Петра Дайли, который утверждает, что конец света наступит через 160 лет. И? Если мы хотим выполнить завет пророков, именно распространять Евангелие на все четыре стороны, у нас осталось мало времени. Мы должны донести дар вечной жизни до всех народов, в том числе и до Индии. Хорошо сказано, мой сын. Мы об этом говорили с отцом Перезом. Наш долг – распространить истинную веру. Мы думаем, что вы именно тот человек, которого послал Господь. Спасибо, отец. Я польщен вашей верой в меня и в мое дело. Мы должны торопиться еще по одной причине. Наша католическая вера здесь испытывает давление со стороны мавров. Именно поэтому наша страна охвачена войной. Как только мы обратим весь мир в истинную веру, наши противники будут вынуждены сдаться. Когда я думаю о тех жизнях, что были загублены в этой войне, мне не терпится отправиться в путь. Я понимаю, что вы чувствуете. Как и вы, королева-набожный человек. Я думаю, вы получите долгожданную поддержку. Я понимаю все трудности, но позвольте мне поговорить с королевой. Посмотрим, что можно сделать. Я с радостью встречусь с ней, отец. Август 1489 года. Дорогая Беатрис, я жду встречи с королевой. Я молюсь о том, чтобы удача наконец улыбнулась мне. Мы снова встретились. Добро пожаловать. Ваше Высочество, а где король Фердинанд? Его Величество сейчас на передовой руководит осадой Баэзе. Если все пройдет хорошо, мавры скоро будут изгнаны из Испании. Я рада, что вы здесь. Я вовсе не забыла о вас, сеньор Колумб. Я так же, как и вы, с нетерпением жду воплощения вашего плана в жизнь. Во славу Испании и во славу Бога. Вчера я беседовала с отцом Арченой. На меня произвели впечатление ваши религиозные мотивы. Ваше Высочество, я знаю, что вы ведете эту войну от имени всех католиков, отстаивая Слово Христа. Теперь я от имени католиков хочу принести Слово истинной веры всем нуждающимся в Индии, пока еще не слишком поздно. И я молюсь о том, чтобы те богатства, что я привезу, помогли бы вновь завоевать Иерусалим. Это великолепная цель. И поверьте мне, я разделяю ваши стремления немедленно отправиться в путь. Но сейчас мы не можем дать вам на то разрешение. Когда падет гранада, мы сделаем для вас все, что сможем. Ваше Высочество, дорогой Бартоломео, у меня вновь появилась надежда. В августе я встречался с королевой. Она обещала сделать все возможное после падения гранады. С тех пор пала Баэзо, потом Альмирия и многие другие города. Вперед на город! Битва была тяжелой. Но в ее исходе нет сомнений. Враг будет изгнан из Испании. И я, наконец, совершу свое путешествие на запад в поисках Индии с благословением короля, королевы и церкви. Но, Бартоломео, не оставляй своих попыток в Англии. Мы ничего не потеряем, если будем там иметь дополнительные возможности. Влиятельные политики так быстро меняют решения. Нужно смотреть за пределы Европы, на весь мир. Мы должны неустанно трудиться, чтобы претворить нашу великую мечту в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok